Военная доктрина – это вообще основополагающий документ, где отражены основные взгляды государства на мир и войну, на применение военной силы в рамках реагирования на все имеющиеся вызовы и угрозы. Сегодня на Совете Безопасности мной был представлен проект обновленной военной доктрины. В общем-то, можно сказать, что это новый документ, но самое главное, что в этом документе сохранена преемственность. И эта преемственность, прежде всего, заключается и дух нашей доктрины. Это миролюбивый характер нашего народа. Мы четко подчеркиваем и говорим в ней, что Республика Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительства. Это, можно так сказать, ключевой посыл и действительно дух военной доктрины. Наверное, в сегодняшний день уже наступили те условия, когда необходимо переработать было военную доктрину. Основными такими новшествами в представленный проект главе государства и Совету Безопасности, конечно, стали, что и на них я центировал в своем докладе основное внимание, это она стала адресна. Мы четко называем источники военных угроз в нашей стране. Она усилила связь с проектом, разработанной концепцией национальной безопасности в рамках, что под имеющиеся вызовы военной безопасности четко сформулирована линейка имеющихся угроз военной безопасности нашей страны. Исходя из этого, мы четко выстроили и сформулировали те меры, которые будет принимать государство при возникновении рисков, вызовов и угроз. Мы четко сформулировали, что должны делать госорганы, какие выполнять функции. В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия. Появилась новая глава, где мы четко определяем свои союзнические обязательства перед нашими союзниками. Ну и прежде всего опять опираясь на негативный опыт попытки государственного перерыва в Казахстане. Мы в новой редакции военной доктрины отошли от старых градаций военных конфликтов, если раньше региональные, локальные и остальные. Мы теперь четко определили, что он может быть или межгосударственный, или коалиционный. То есть мы взяли градацию по количеству участников и четко прописываем, что Республика Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам в рамках, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними с нами государствами. В рамках реакции мы разделили угрозы как на внутренние и внешние. Также четко определили свои действия и порядок действия государства, реагируя на эти вызовы. Ну и еще ряд таких множеств нововведений, которые были обсуждены на уровне государственных органов. Сегодня в ходе Совета безопасности активно обсуждались определенные главы разделы военной доктрины по результатам работы. Глава государства поручил еще провести некоторые доработки. И конечный результат, конечно же, мы вынесем на рассмотрение данный документ Всебелорусского народного собрания, который будет решать, будет она принята или нет. Сегодня на заседании Совета безопасности в рамках поручения, которое было дано год назад, на заседании Совета безопасности в феврале прошлого года, о обсуждении проекта концепции национальной безопасности на диалоговых площадках, как раз был доклад о том, как была организована эта работа. Мы провели более 70 дискуссионных площадок, затронули все регионы нашей страны. Самое главное, что мы получили обратную связь. Людей волнует сегодня, прежде всего, мир, стабильность, безопасность. Поэтому в рамках развязывания военных конфликтов, в рамках происходящих процессов сегодня на геополитической арене, заявления некоторых политиков, то, что мы слышали совсем недавно в ходе конфликта на Ближнем Востоке, заявления, к сожалению, наших соседей, в частности, Польши, просьбы их о размещении на территории Польши американского ядерного оружия. Сегодня в Европе и так 150 ядерных боеголовок американских размещаются на территории Европы. Это не считая ядерного оружия Франции и Великобритании. Ну и некоторые страны еще просят разместить на своей территории. Для чего? Понятно для чего. Учитывая их милитаристический характер, их агрессивные заявления по отношению, в том числе, к нашей стране, конечно же, пришлось усилить. И люди это предложили, это исходило не от нас. Поэтому это нашло понимание и отражение в разделах концепции национальной безопасности. Поэтому мы усилили вот это именно рисками возникновения военных конфликтов с применением ядерного оружия. Общаясь с представителями наших религиозных конфессий, с нашим союзом женщин, с БРСМ, мы усилили концепцию таким положением, как всемирная защита и сбережение института традиционной белорусской семьи, как союза между женщиной и мужчиной по рождению. Это исключает различные гендерные подходы, то, что сегодня рекламируется на территории Запада. В ходе общения с профсоюзными организациями было высказано предложение об усилении ответственности, социальной ответственности бизнеса. Это тоже нашло отражение в проекте документа концепции национальной безопасности. Некоторые положения концепции подкорректированы были в связи с выходом указов о гражданском обществе, о народном ополчении. Ну и узаконили, скажем так, концепции мы порядок оценки, то есть индикаторов национальной безопасности. Постановление Совета безопасности сегодня оформлено и принято решение о том, что данный документ вынести на утверждение на Всебелорусское народное собрание. Будем надеяться, что наши граждане его утвердят, и этот основной стратегический документ после Конституции будет взят за основу и взят на вооружение для защиты наших национальных интересов.